У всех пёк по этой трубе на улице, а у нас не течёт. Где-то у нас задерживается. Числи они, когда про числи, сказали, лягушка там была большая. Но лягушку вытащили, всё равно ничего нет. Подъезд дома по улице Судогодская шоссе проливается регулярно уже 8 лет. Аномалия заключается в том, что во время дождя здесь сухо, а все проблемы начинаются на следующий день. Проливает аж до первого этажа. Любови Стафёровой 92 года. Она не просто пожилая женщина, а инвалид, регулярно страдающий от потопов. В её квартире видны потёки и следы от плесени. Все стены сырые. Замучились соседи. Три раза меняли двери. Двери гниют. И никто не обращает внимания. В ЖКО обращались тысячу раз. Никакого толку нет. Придут, прошевыряются, поколоть чего-то там, я знаю, и ничего не делают. В силу возраста бабушка не может постоянно обивать пороги чиновников. К решению проблемы подключились соседи. Они также не намерены мириться с халтурной работой управляшки. Ведь все платежи за квартиру они вносят регулярно. А вот кадры очередного потопа. Сняли его сами жители. По их словам, сразу после потопа к ним пришли рабочие и что-то долго делали на крыше. Но толку от этого никакого. Крыша как текла, так и продолжает течь. А с потолка кусками отлетает штукатурка. Мы даже боимся, что это рухнет нам кому-нибудь наголо. Это первое. Второе. Мы живем здесь три года, но в прошлом году, вот что это самое, мне поставили бронхиальную астму. Ребенку моему в этом году поставили бронхиальную астму. Мы считаем, что это связано с тем, что здесь постоянный грибок, постоянная сырость, постоянная инфекция. После очередной жалобы в городское управление ЖКХ в прошлом году жители получили ответ. Оказывается, ремонт крыши был произведен в 2015 году. Но, скорее всего, его сделали некачественно или в каком-то другом месте. Так как никакого результата жители этого дома не почувствовали. В апреле, после очередного потопа, они вновь написали коллективное обращение в ЖКХ. В ответе чиновники указали, что крышу отремонтируют лишь в 2020-м. Именно на этот год назначен и капитальный ремонт дома. В ближайшие три года, что нам делать, мы не знаем. Упадет на нас потолок, не упадет. Замкнет электрический щиток, не замкнет. Здесь на четвертом этаже, пожалуйста, так же течь. Все ржавое, все это видно. Управляющая компания говорит каждый раз одно. Сделаем, сделаем, сделаем. Это сделаем мы не видим. И даже после злополучного потопа, когда весь подъезд пролило, с жильцами в управляющей организации общаются неохотно. Пришел главный инженер с бригадой и полез на крышу. Что они там делали, неизвестно. Но сегодня в подъезде вновь видны следы протечки. Мы связались с директором управкомпании ЖРП Заклязьминский, который обслуживает данный дом. Он сказал, что у него на руках есть акты выполненных работ, подписанные самими жильцами. И что утверждение о неустранении протечки в течение 8 лет не совсем корректно. Почему потекло опять, он может только гадать. К слову, управление ЖКХ выдало управляшке предписание устранить протечку до августа. И мы провели это делали. После последнего пролития, соответственно, я вызвал опять бригаду. То есть там вроде как все устранено на настоящий момент. Локально мы делаем, конечно. Откуда идет затекание, визуально даже не увидишь. Оно может там по швам, по рустам идти и протекать где-то. К жильцам, чьи квартиры пострадали в результате протечки, направлены рабочие. Они составят акт о пролитии, и управляющая компания должна будет компенсировать затраты на ремонт. К слову, жильцам в пору задуматься, а нужна ли им эта управляшка с таким директором, который не понимает причину протечек. Никогда не поздно взять управление домом в свои руки или проголосовать за смену управляющей компании.